Добрый день, уважаемые наши читатели! Здравствуйте, дорогие зрители канала, издательства «Книжный мир». Сегодня к нам на стенд, в рамках Московского международного книжного выставки «Ярмарки» пришел выдающийся русский писатель, драматург, общественный деятель Юрий Михайлович Поляков. Юрий Михайлович, день добрый! Да, добрый вечер! Юрий Михайлович, большое спасибо вам за сотрудничество. Вышли в свет не сегодня две книги «Перелетная элита» и «Зачем вы мастера культуры?» Как вы думаете, о том, о чем вы писали в этих книгах, предупреждали нас, элиты, государственных деятелей? Вот буквально сложилось, и мы это все увидели не далее, чем несколько месяцев назад. Мы понимаем, насколько актуальны эти книги и вся ваша публицистика. Как вы думаете, почему большие начальники не всегда прислушиваются? Ну, не то что не всегда. Надо сказать, что к литературе большие начальники давно не прислушиваются. Вообще-то, как-то стало даже немодно читать современную литературу. Было это времена с карандашиком читали, и цари, и генсейки. Потом как-то эта традиция ушла. Но действительно, даже название книги «Перелетный элит» я фактически предсказал, как себя поведет элита в критические моменты. Но мыслимое это дело, что после начала специальной военной операции три бывших первых вице-премьера правительства, курировавших оборонку, уехали фактически на ПМЖ за границу. Ну, то есть это, как говорится, по сравнению с этим, все эти выходки, там, я не знаю, Галкина, там, Палкина, Малкина и Чалкина, это смешно просто. Вот, по сравнению с этим. Поэтому, ну, вот так вот мы, как бы, литература в моем лице и многим других. Вот, и, кстати говоря, ваше издательство многих моих единомышленников издает. Вот, я и Андрея Фурсу увижу, вот здесь книжки Егора Холмогорова, так сказать. Вот, вот, и мы стараемся предупреждать, но, понимаете, трудно докричаться тем, до тех, кто, в общем, не хочет слышать. И я, кстати, особых изменений ни в информационной политике, ни в культурной, в связи вот уже длящимися полгода военными действиями, я лично не вижу серьезных. Так, косметически что-то, чего-то. Вот, значит, ну, я думаю, что это неправильно, и это рано или поздно, рано или поздно даст о себе знать. Причем, я даже думаю, это не столько отразится на ходе военных действий, я уверен, вот, так сказать, нашу армию. В общем, я кое-что знаю, поскольку уже много лет являюсь членом общественного совета, Министерства обороны, а вот как мы с такой, так сказать, медийной сферой, с такой, так сказать, киноиндустрией, с такими театрами, с такой, так сказать, с такой литературой, как мы будем проводить динозификацию на Украине, точнее, на юге России. Я не представляю себе. Вот мы там бьемся за права русского мира. А вот мне недавно сказали, что, когда в Министерство культуры поступило недавно, буквально две недели назад, на отзыв последняя версия вот этого многонационального, многострадального закона о основах культурной политики, который уже несколько лет, вот, мусолик, не могут дать на подпись президента. Значит, первое, что сделали юристы Министерства культуры, это они с фразы, значит, государство, образующее русский народ, убрали слово русский. Сказали, что государство, образующее достаточно. А русский, то конституция даже есть. Не надо, не надо гусей дразнить. Видите, ну и что? Вот, поэтому, ну, прежде чем биться за права русского мира на юге России, надо же самой России все-таки с ним как-то погрометь, договориться о правилах игры. Это вот один из примеров. Если у кого-то есть вопросы, тот может поднять трубу. Я дам микрофон. Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, но вот последние полгода они не только в культурной сфере скрыли массу проблем, массу проблем скрыли и в промышленности, науке, импортозамещении так называемом. Как вы думаете, все-таки будут сделаны правильные выводы и пойдем мы к светлому будущему? Знаете, я думаю, что вот все-таки, я, конечно, не специалист, но мне кажется, что вот в экономике, в финансовой сфере какие-то сдвиги, мне кажется, больше следует ожидать, потому что как-то у нас так устроено мышление на нынешней власть, она более мыслит такими материальными категориями. Хотя, надо сказать, что мои знакомые финансисты думают по-другому. А вот с культурой, почему-то у нас как-то она до сих пор по остаточному принципу. Как-то всегда, понимаете, думают, что ну а что культура? Ну с культурой-то мы быстро разберемся. Нет, как раз культура гораздо сложнее, она более национная. Там как раз не изменить людей, понимаете, вот, потому что это такая специфическая сфера. Ну я надеюсь, как мы все, а там посмотрим, что будет. Большое спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья... Почему Юрию Михайловичу микрофон дать, который громкий? Ничего не слышно. А мы записываем для... Я понимаю, но мы тоже хотим... А что, не слышно? Подожди, ничего не слышно, что ли? Серьезно? Вот здесь не слышно. Ну давайте поближе. Я просто не хочу их перекрики. Вот. Большое спасибо, Юрий Михайлович. Если у кого-то есть вопросы, я могу предоставить микрофон. Я громкий микрофон. Пусть писать и выразить слово. Хорошо. Тогда переходим к самому приятному, к автограф-сессии. Тут представлена публицистика Юрия Михайловича. Энное количество книг было выпущено за последние, там, 7 лет. Большое спасибо за сотрудничество. Важные вопросы. Я, кстати, забыл сказать, что я как раз буквально заканчиваю сейчас составление новой книжки для книжного мира, потому что я уже несколько лет публицистику отдаю только в это издательство. И туда войдет публицистика, постковидная, так сказать, публицистика, интервью, вот последних, так сказать, и вот уже периода начала операции. Называться это будет книга, как мы пока прикинули, «Раздрапируйте мавзолей». По названию моей нашумевшей статьи, которую мы все перепечатали, это год назад, на 9 мая у меня была, она по всем газетам прошла в разных, так сказать, в разном объеме. Самая большая была, самый полный был в «Аргументах недели». Вот. И туда я еще включу вот ту, те свои политические эпиграммы, которые я последнее время размещаю на телеграм-канале. И которые так, народ иногда реагирует очень жарко на них. Вот. Спасибо. О котором только что у кого-нибудь? Вопрос за мной. Зачем вопрос, Юрий Михайлович, будет ли в этом году фестиваль ваших пьес или в следующем? Нет, фестиваля моего пока не будет, потому что после прихода на пост министра культуры Ольги Любимовой, вот, в которой я когда-то работал на канале ТВЦ «Культура», мы вели передачу «Контекст», в смысле, она была директором программы, а я был ведущим. Вот. После ее прихода на пост министра, все мои проекты, все закрыты, лишены финансирования. Более того, наше, так сказать, объединение драматургов России, которые я возглавляю, из помещения, которое министр Мединский дал нам на Комсомольском проспекте, в одном здании с Союзом писателей, это было решение министра, все оно отменено, и нас оттуда попросили. Так что я сейчас, так сказать, к сожалению, для нового министра, значит, персону нон-грата. Почему, я не знаю. Очень интересно. Да, очень интересно. Большое спасибо. Вы можете передать другим. Большое спасибо. Напоминаю. Большое спасибо. Напоминаю всем, что на стенде издательства «Книжный мир», дающийся русский писатель Юрий Михайлович Поляков. Здесь представлен целый спектр публицистики Юрия Михайловича. Кто хочет получить автограф, может подойти, приобрести книгу, получить автограф. Подходите, спешите это сделать. Это достойно почитать. Так, где покупки? Где покупки? У вас хорошо сейчас секрет. Помните фильм-то этот «Васаби» говорит? А чеки здесь выдаю я. Хороший фильм я всегда смотрю, не могу оторваться. Настолько хороший фильм. Как зовут? Николай. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok